Заниматься бальными танцами, путешествовать, проводить кулинарные курсы, пользоваться популярностью у противоположного пола или работать в крупнейших фирмах страны и мира. В современном обществе все это доступно для людей с ОВЗ. Ограничения лишь в нашем сознании. Сейчас практически в каждом крупном и малом городе страны есть инклюзивные проекты, куда может прийти человек с протезами или на коляске, или с ментальными формами инвалидности и быть принят как равный для того, чтобы развиваться, осваивать новые навыки и занять свое полноценное место в обществе. В рамках межрегионального фестиваля инклюзивного творчества «В ритме равных» Алексей рассказал слушателям о федеральных инклюзивных проектах в направлениях развития в городе. Эксперт на собственном примере показывает, что, несмотря на потерю обеих рук, можно продолжать вести активную социальную жизнь, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, приносить пользу государству. Нарушение слуха, отсутствие зрения. Многие перемещаются на колясках. И это не мешает им достигать своей мечты. Кто-то садится за рулем машины с ручным управлением. Кто-то выигрывает огромный грант и делает свой большой инклюзивный фестиваль. А кто-то создает рабочие места для людей с инвалидностью в своем городе. Все вместе мы меняем страну и наше общество к лучшему. Людей с ОВЗ можно условно разделить на две группы. С врожденной инвалидностью и приобретенной первым приходится сложнее всего. Алексей Транцев в нашем городе впервые. Перед выступлением он немного ознакомился с инклюзивным движением в Сарове. По его словам, он вдохновлен тем, что здесь активно развивается данное направление. А значит, люди с инвалидностью от мала до велика могут найти поддержку и развитие. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.